Престольное торжество отметила одна из древнейших обителей России, Казанская Богородица и Плащанская Мужская Пустынь. Поздравить обитель прибыл правящий архиерей Клинцовской епархии, епископ Сергий. Для владыки это особый праздник. Ранее на протяжении 18 лет до рукоположения его епископа в июне нынешнего года он был настоятелем Плащанской Пустыни и возрождал в обители монашескую жизнь. Основанная Киево-Печерскими иноками в глубокой древности, Плащанская Пустынь расположена в живописном месте, на вершине горы над озером. По преданию, пустынь здесь существовала с незапамятных времен, ведь место это было труднодоступно и служило монахам-надежным убежищем. Однако это не помешало полякам в начале 17 века разорить монастырь. Но сразу после преодоления иностранной интервенции обитель была возобновлена в 1613 году. Спустя столетия монастырь вновь пережил страшное разорение и был закрыт в 1921-м. Вновь возвратили его церкви лишь в 1994 году в плачевном состоянии. Из четырех храмов уцелел только один. Сохранились также развалины Казанского собора, остатки крепостной стены и братских корпусов. Вскоре в обитель были переданы, сохраненные местными жителями, копии из чудотворной казанской иконы, монастырские книги и иконы. Со временем, благодаря молитвам к Богородице и трудам бывшего настоятеля пустыни, а ныне епископа Клинцовского и Трубчевского Сергия, обитель вновь приобрела былое благолепие. Накануне пустыня отмечала престольное торжество. По приглашению митрополита Брянского и Севского Александра, епископ Клинцовский и Трубчевский Сергий, почти 20 лет до рукоположения возглавлявший обитель, совершил здесь в сослужении духовенства архиерейское богослужение. После службы прихожане собрались под хороговыми на крестный ход, и даже холодная и дождливая погода не испугала, а лишь сплотила их в праздничный день. Верующие брянщины приходят в обитель к чудотворному списку с древнего образа XVI века, плащанской казанской иконы Божьей Матери. Одна из самых почитаемых в России, и как покровительница семьи, и как целительница в болезнях, и как спасительница Отечества в лихую гонину войн и народных бедствий. Именно этот образ стал символом освобождения Руси от иноземного ига в 1612 году. Наша Небесная Мать каждого из нас ласково ведет за руку вечную жизнь, оберегает от скорбей, болезней, печали. Надо только довериться ей. От лица монастырского духовенства благочинный монастырей Брянской епархии, исполняющий обязанности настоятеля плащанской пустыни и романах Леонид Лушкин, поздравил владыку с праздником, сердечно поблагодарил за совместную молитву в престольный день, за многолетнее служение в качестве настоятеля и преподнес букет от монашества плащанской пустыни. И просим Вашего благословения на наши труды и постараемся внести все то, что Вы здесь заповедовали, все те начинания, которые Вы здесь начинали, и всю ту самобытность и ту любовь, которая на самом деле при Вас славилась в плащанской пустыни, будем стараться таким же образом по благословению Божьему, по Вашим молитвам внести. Спасибо Господи. Спасибо.